Добрый день. Евгений Балинский, 80-й округ, город Мелитополь, Мелитопольский район. Я хотел бы обратиться и к средствам массовой информации, и вот с письмом обращаюсь к президенту Порошенко. По такой проблеме. В городе Мелитополе есть одно из самых градообразующих машиностроительных предприятий, самых передовых, которое сегодня оказалось в трудном положении, и ко мне обратился трудовый коллектив с этим вопросом. Государство задолжало НДС. Так как предприятие является государственным, оно, к сожалению, не может самостоятельно развиваться и получать инвестиции из свободного рынка. Но и государство не помогает, не даёт инвестиций. Более того, образовав задолженность по НДС, сегодня сложилась критическая ситуация, когда исполнительные службы, все фискальные службы всех мастей приходят и описывают имущество. Люди требуют свои зарплаты. Невозврат НДС привёл к коллапсу предприятия, к коллапсу задолженности. То, что сегодня находятся деньги на премии НАБУ, нафтогазом, миллионные суммы, миллионы в долларах, незначительные суммы, которые сегодня порядка 5-6 миллионов гривен, которые нужны предприятию, которая являлась передовым машиностроительной отрасли нашего города, которая является сегодня градообразующим, образует рабочие места. Для кого тогда сегодня, спрашивают у меня люди, которые приходят, для кого тогда сегодня является усиление полиции, милиции, НАБУ и всё остальное, если не будет рабочих мест, если наши люди будут уезжать, если молодёжь будет уезжать из страны. Я обратился с группой народных депутатов с требованием к президенту, как гаранту Конституции, быть последовательным не только в своих выбранных вопросах, но и ответственным перед своим обществом, ответственным перед украинцами, и гарантировать то, что гарантирована Конституция людям, право на труд. От завода сегодня останутся одни стены, если не вмешается последняя инстанция, потому что все нарады, которые проводились до этого, и у Кубева, и налоговой, все говорят, да, деньги должны, да, мы их должны вернуть, но предприятия растаскивают, предприятие стало заложником этих сумм. Верните, пожалуйста, деньги, разберитесь. Пётр Алексеевич, обращается к вам группа депутатов, пожалуйста, разберитесь в ситуации, вникните лично, сделайте то, чтобы предприятие сохранилось, чтобы в Мелитополе были рабочие места. Мы будем вопрос держать на контроле. Спасибо. Спасибо.